ну что двигаемся к желаемому результату списалась с покупателем обещано сегодня прийти в средине дня взята мой телефон дата его телефон зовут джон фамилия его не помню как в общем сижу получаю удовольствие цветочек ой как красиво я уже мысленно расставляете желтые цветочки на свою новую мебель моя подушечка такая красивая слушайте люди вообще не понимают ни юмора ничего приходит какая-то комментаторша и там где я говорю орхидея красивая тут моя красота и это все господи человек пишет напрашивайтесь на комплимент знаете противно так что юмора человек не понимает вообще никакого то есть как бы если ты человек не понимающий юмора ну иди себе мимо проходи и не заходи вообще сюда типа я напрашиваюсь на комплимент шуми напрашиваться на комплимент я сама себе цену знаю мне этого достаточно бабушке 70 лет в этом красоте очень может идти речь речь может только идти о том может ли бабушка сама идти в туалет или бабушку надо туда вести или нести правильно это такое основное ну это я вам так сказать напоследок даю обозреть буфет буфет красивый мне нравился я его купила с удовольствием износила ну теперь передаю дальше хорошие руки надеюсь может люди пожелают его покрасить или там как-то освежить обновить это уже их дело будет деньги принесут с собой как я уже говорила я продала за 250 долларов 20 долларов с меня уже удержала трейдми то есть интернет аукцион ну то есть мне на руки будет 230 долларов ой ужас какой-то этот на радостях подстриглась оболванила себя ой как дугом можно отрастет я специально так покороче чтобы не сильно часто стричься ой балкончик зато красивый какой знаете что я подумала на же тут таких ой колено пюкнула на же таких вот как я которые государства арендуют квартиры тут уже очень многих повыселяли то практически всех меня пока не трогает потому что договор между хозяинами хаузингом еще до 2025 года а я думаю за меня переселять куда нибудь а так не будет волкотно куда я буду ставить свои цветочки ну буду ставить их куда-нибудь там под этом под окнами где я буду жить или может домик какой-то будет на рите ужас букет какая красота так этот все никак не раскроется не решится раскрыться а вот это такая красивая вот камера всегда хочет наврать цветом у нее такой красивый коралловый цвет без никаких вот этих вот желтых никаких желтых оттенков нету вот так вот камера показывает на самом деле это очень красивый цвет ой так но у нас уже вчера был хороший день такой знаете довольно теплый сегодня он такой немножко пасмурный но тоже уже теплый то есть весна приближать о я не видела все там он деревья смотрите эти чуть-чуть начинает зеленеть травка зенелеет солнышко блестит так что там уже весна уже вот-вот на пороге ну а у меня тоже так сказать идет обновление класс ой такой куст какой-то ужасный получился с такими огромными листьями как сказать не сказки сказать не пером описать а знаете меня что-то еще есть уже которых вы еще не видели ага смотрите green панда уже два цветочка распустила у нее два цветоноса и так будет ничего генька выглядеть красиво будет выглядеть очень хорошо что я купила их 2 свое время вот одна ушла в орхарай 1 осталось так ну это тут нет слов для выражения об этой красоте так сказать тут еще попугайчик на выходе так ну это не все не все не все не все а вот вы наверно и не видели еще толком видели только когда распускается притория смотрите так хоть бы не зацепить и не поскидывать смотрите уже два цветочка таких раскрылась очень красивая цвета бордо с белой каемочкой очень легко ее узнавать знаете совсем недавно буквально или три месяца назад но меньше меньше я говорила что у меня цветущих только четыре штучки а теперь я вчера по скромным подсчетам насчитала 20 а вот смотрите кимоно которая цветет с октября прошлого года раскрыла третий цветочек я только сегодня увидела не вчера я видела что бутон на выходе но в общем то только сегодня увидела так и это еще не все 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 а вот а вот а вот а вот Так, наконец-то, наконец-то Вивальди, привет Вивальди, Вивальди, ну почти совсем уже свой цветочек распустила эта орхидея, тут уже и бутончик второй на выходе, так это у нас тут грация такая вся, из себя, из себя. Ну а это Инсбрук, на который я ставлю эксперимент, ой, надо ли поливать орхидею с удобрениями или не надо, то есть нет, не так, можно или нельзя поливать орхидею с удобрениями, изменится ли от этого ее цветение. Вот она должна цвести три месяца, как минимум, потому что она несколько раз у меня цвела по три месяца. Ой, так полочка, одна и вторая, стеллажик, заполняется цветущими орхидеями, цветущими, такими разными, такими красивыми, ужас какой-то. Возвращаясь к шкафу, хочу заметить, что там стеклянные полочки, надо не забыть им сказать, чтобы вытащили, обязательно. Так, камера. Противная камера решила потерять резкость. Я вот одну полочку вытащила, это из бара, знаете, чтобы не забыть им сказать. А то так люди всегда прибегают, быстро-быстро забирают, а ты потом не успеешь им сказать, что полочку надо было вытащить. Вот уже десять часов, ну, средина дня, это где-то к двенадцати. Знаете, я хочу вернуться ко вчерашнему видео. Я вообще удивляюсь, как люди читают. Ой, то есть, не читают, а слушают. Ну, они так и читают. С чего-то решили, что я хочу вам президентом Арестовича. Вы что, товарищи, с чего вы-то делаете такой вывод? Надо слушать, что бабушка говорит. А бабушка сказала, что этот человек хочет баллотироваться в ваши президенты Украина. И поэтому пойдите и послушайте, какая у него программа. Я ж так думаю, вы этого не слушаете никогда и не знаете толком. То есть, что вам кто-то обещает. Ну, Порошенко выбирали, это из последних, потому что была оккупация, и надо было срочно кого-то выбрать. Зеленского, я так понимаю, выбирали из категории проголосуем за Голобородька. Ну, по крайней мере, мои так родственники сказали. Я-то не в курсе. Я его не знаю. Я Зеленского не знаю, не Порошенко. И вообще последнего, по-моему, за кого я голосовала, был Кучма. 20 лет назад. А ведь я знать не знаю. Я этого Зеленского в жизни не видела. Никогда, ни на сцене, нигде. Вот увидела только, когда его выбрали. Порошенко, тем более, видела я его только на трибуне на Майдане. Вот. Поэтому, с чего вы так решили, что я собираюсь вам кого-то там предлагать или агитировать? Смешно. Просто надо человека, которого вы собираетесь выбирать, надо знать хотя бы, что он из себя представляет. Но в Зеландии мы не голосуем за людей. Мы голосуем за партию. А потом партия уже выдвигает своего лидера. Ну, естественно, когда ты голосуешь за какую-то партию, естественно, ты смотришь на лидера. Кто лидер этой партии, нравится он тебе или не нравится. Ну, как в Америке. Так вот. А тут? Мне-то какая разница. У меня у самой выборы в октябре. Поэтому нужно самой думать, за кого голосовать. Ну, я для себя знаю, за кого мне голосовать. Ну, а вы как бы должны изучать. Вот, например, была такая фамилия в последних выборах. Какой-то был военный. Сейчас вспомню ее фамилию. Фамилия была, по-моему, его Смешко. Вот вы, кто там за него голосовал или против голосовала. Вот вы знали, кто он, что он, какая у него программа. Ну, там, может, он и хороший человек. Я ж не знаю, да? Я говорю, что Зеленский плохой человек. Или там Порошенко плохой. Или там Арестовича, я его просто смотрела, как обыкновенного блогера. Мало ли кого я смотрю. Ну, надо как бы хоть чуть-чуть понимать, за кого ты там идешь голосовать. Хоть что этот человек предлагает. Может, да. Ужас, что предлагает. Поэтому, любуйтесь вот моей орхидеечкой. Ой, такая красавица. Аж страшно смотреть на нее. И потом встретимся с вами уже в обновленном формате, так сказать. В обновленной комнате. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok